Комитет окружного совета депутатов по вопросам ЖКХ состоялся в пятницу в администрации. На разговор пригласили Андрея Ализаренко, исполнительного директора регионального оператора, а также представителей мусоровозящих и управляющих компаний администрации. Основной вопрос, который в очередной раз звучал от депутатов, когда будет наведен порядок с вывозом мусора. Контейнерные площадки нередко завалены хламом около баков беспорядок. Существует проблема с несвоевременным вывозом мусора, с неподборным мусором площадок. Те, кто работали до вас, обходились нашим территориям в 4-5 раз дешевле, и по первому щелчку приезжали и убирали все. Неделя там говори, не говори, по субботкам давали контейнеры, и вообще не возникало никаких вопросов. Для населения сейчас неинтересно, кто кому должен, и калаев, кто вообще неинтересно, кто убирает. У населения в квитанции интеллективно выросло односторонним порядком плата, правильно вы это назвали публичной аферной. Так население стало просто платить в несколько раз больше, и в то же время население увидело полный завал мусора, как в городах, так и в поселках. Андрей Ализаренко, исполнительный директор рекоператора, не считает ситуацию своего замусора слишком серьезной. В моменты, которые у нас возникали, да, с разгрузками, не ликвидированы те частности, которые есть, мы заносим в их отходы, делаем подбор, выбираем эти контейнерные площадки. Если на них находится строительный мусор, да, действительно, строительный отход мы не увозим. Поэтому я считаю, что по Сергею Пасанову сегодняшний день и нормализовался по определенным сельским поселениям, да, проблем есть в увозе. По словам Оксаны Ярохановой, заместителя главы администрации округа, по сравнению с прошлым годом, мусора больше не стало. Как вывозили 220 тонн в год, так и вывозят. Другое дело, мусоровывозящая компания не забирает все, что сыпется из переполненных контейнеров. Остается мусор, грязь, на следующий день это опять навалы. Сейчас мы это просчитываем. То есть мы уже пришли к тому, что, допустим, по той же гражданке Кировки просто не хватает бака, даже по нормативу. Вопрос остается, знаете, в чем? Что где у нас есть свой график? У него график у нас есть периодически, постоянно. Я думаю, что меня все поддержат. Приезжает вождик. Вождик приезжает наш, который находится в суд подряд для регионального оператора. Не осуществляется после невылаза мусора подбор. То есть из-за этого ведут накопления. Депутаты отметили, часто вывозится несортируемый мусор, а жители платят и за эту услугу. Когда будет перерасчет жителям сельской местности, которые за услугу вывоза мусора платят по тарифу, а контейнеров нет? Сейчас появилась судебная практика, судебное решение о том, что если, например, в деревне нет мусорных площадок для сбора накопления ТКО, то, соответственно, а это напоминаю, услуга ЖКХ, то тогда самостоятельно, не ожидая, что жители будут обращаться в суд или там массово писать письма, самостоятельно, на мой взгляд, региональный оператор обязан осуществить перерасчет. Привели в пример березняки. Собираемость платежей за овес мусора 95%, но и там ситуация не лучше. Все те же навалы. Не выполняете работу – уходите. Собираете деньги – предоставьте услугу. Эти слова несколько раз прозвучали на заседании депутатского комитета по ЖКХ. Вы пришли зарабатывать деньги на нашу территорию. Нашу территорию – на улице Краснодарского округа. Вы должны заинтересованы быть, чтобы люди все заключили с вами договора. Вы открыли какой-то непонятный пафосный офис, куда приглашаете людей, бабушек, инвалидов. Они приходят по 6 часов сидят, в итоге их отсылают назад. Непонятно вообще. Вот эта работа неконструктивная. Когда вот этот бардак прекратится? Все. Пусть ответит. Или у нас все хорошо? Мы для чего собрались? Я уже неоднократно говорил. Давайте, значит, не министру жилищно-коммунального хозяйства вот этот вопрос поставим. А есть центральный аппарат ВСБ, есть центральный аппарат Следственный комитет по Стреке. Вот пусть проверят вообще, потому что мы задаем вопрос не в ту калитку. И, конечно, много вопросов прозвучало по платежам за так называемую услугу ТКО, что означает твердокоммунальные отходы. Услуга вписана в общую квитанцию областной расчетной организации ЕИРЦ в числе других услуг. Плата за газ, фонд капитального ремонта и так далее. И сколько бы житель не платил за конкретную услугу, его платеж до копейки распределят между другими платежами. Такой подход никого не устраивает. Завершая встречу, депутаты потребовали от Андрея Ализаренко, исполнительного директора регионального оператора, до 1 декабря исправить ситуацию по вывозу мусора. И последнее. Компания ЛНТ намерена приостановить договор по вывозу мусора из-за долгов компании Эколайф. Это может произойти уже 15 ноября. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа События.